приветствую вас мои родные любимые христолюбчики все братцы и сестры во христе все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого наилучшего в сердца вашей любви и радости мира кротости смирения терпения сердца в души ваши тела ваши если хотите в дома ваши в семьи ваши во все сферы жизни ваши что все у вас было ладненько складника хорошо чтобы вы в жизни радовались веселились наслаждались этой жизнью хотя она не без скорбей проходит до всем желаю прекрасного дня отличного настроения кто меня сегодня смотрит ролик я назвал благо благо хотите грани любви грани счастья человеческого да поговорить я хочу в принципе о том о чем много раз говорил вы все это в разных вариантов слышали конечно появляются надо новые какие темы что-то бывает я говорю то о чем еще не говорил на самом деле многие ролики это пережевывание одного и того же то что сегодня говорил я говорю буду говорить я говорил неоднократно в разных формах где-то больше где-то меньше но хотелось причем кто последовательно смотрит мои роли видео я стараюсь иногда какие-то определенные мысли тянуть от начала до конца вот сегодня я хотел поговорить о гранях счастье до блаженства ну например у вас на экране такая вот призма называется да то есть это треугольник в основании которого квадрат это пирамида с четырьмя разными гранями вот в основании такой пирамиды есть квадрат да ну будем брать правильное кто знает фигуру тогда там будет квадрат а не прямоугольник естественно этот фундамент какой любовь вот это пирамидка это есть наше с вами блаженство я эту пирамидку кто понимает ее можно вот так вот раскрыть ее можно как если кто из бумажки пробовал делать ее можно конечно вырезать вот такую сначала как вас на экране да и потом склеить до яви наоборот с вами расправил вот фундамент конечно же все это пирамидки это любовь это я надеюсь всем понятно я не зря расположил так когда она у нас так скажем в плоскости в проекции лежит до грани блаженства их можно поделить на четыре вот в самом низу тоже можно сказать ну понятно что фундамент всего любовь с этом кто спорит тот ничего в жизни просто не понял но здесь ниже обозначим фундаментом еще одним так скажем уже благодаря этой проекции конечно смотреть его как в плоскость в пространственном измерении то это пирамидка там фундамент любовь но из чего это любовь состоит это лишь слово из каких дел любви вот эти вот грани и есть дела любви проявления любви прежде всего это любовь должна проявляться к себе даже сам господь иисус вы помните когда бог явился во плоти этот наш бог во плоти говорил что возлюбить ближнего твоего как самого себе то есть прежде чем любить ближнего или вообще человека тоже потом благодаря притче иисуса мы узнали что ближняя такая с каждый человек который нас окружает встречается на пути нашей этой жизни значит прежде чем любить кого-то я должен себя полюбить вы знаете это действительно так вы от меня неоднократно слышали и это не мои мысли это это просто жизнь это просто опыт не только мой а каждого человека ты никогда никого не сделаешь ну и другими словами иисус тоже говорил очень прекрасная фраза которая стала как это говорят золотым правилам морали золотым правилам вселенной бытия поступать с другими так как хочешь чтобы поступали с тобой то есть я сначала чтоб поступить с другим я думаю как я должен поступить хотел бы чтоб со мной поступили то есть как я же себя люблю я же себе благо желаю добра счастья наслаждение удовольствие чтобы я хотел чтобы сделали мне естественно не хотел бы чтобы не причинали боль страдания да я хочу что радости и счастья и наслаждений так Значит я должен другому сделать то же самое То есть фундаментом всего является Любовь к себе Прежде всего дела любви к себе Какие я хотел бы к себе дела Чтоб ко мне проявляли какие дела Любви То есть такие же я должен делать К окружающему миру Поэтому любовь к себе Это очень важно Не забывайте никогда об этом Это путь к познанию всей истины Потому что когда я типа люблю Другого, кого-то Я просто думаю, а как это любить Но я пошел защищать родину И убил вот этого А он чем-то мужем явился Сыном, братом Слушайте, а если ко мне пришли защищать Свою родину Я хотел бы, чтобы мою мать убили Нет У меня фаза Крыша поехала Я пошел Из вот именно таких соображений Фашистских как-то Говорит, мировоззрения Что кто-то ниже, кто-то выше Я пошел убивать Но они потом пришли Обошли меня стороной Пришли на мою родину И вырезали все мое семейство Так как я недостойный фашист Я бы хотел такого, нет То есть все через призму любви Рассмотр Как бы я хотел, чтобы ко мне поступили Поступили со мной А мне я хотел бы, чтобы дарили только благо Чтобы нигде я не испытывал боли И страданий Никогда Это очень важно Когда вы это поймете Тогда вы просто поймете Как жить И как относиться к этому миру И какие дела творить в этом мире Вам никакие не нужны будут больше Ни книжки Даже Библия Даже Евангелие Если вы это поймете То мысль, которую Бог явишься в плоти Не просто нас донес Она в сердце каждого человека Но он ей сказал И жизнью своей показал Что именно так и надо жить Но когда вы раз это поймете Вы потом можете вообще уже Ни к чему никогда не обращать Вы поняли, как жить Поступать в этой жизни так Как я хотел, чтобы поступали со мной Люблю всех Как люблю самого себя А себя я очень люблю Я хочу, чтобы я был счастлив Радостен и блажен И испытывал счастье и удовольствие И наслаждение А не боль и страдания Вот и все Только на этом фундаменте Я говорю Мы поймем Как мы будем делать к этому И я, конечно же, разделил Казалось бы Любовь к человеку И любовь к миру Я вроде бы В горизонт... Ну, заметьте Они в горизонтальной плоскости Точно так же Как все животные Те же самые Были сотворены В один день с человеком Когда я проповедую Вегетарианство Даже не веганство Я не проповедую Отказ от мяса Как многие говорят Я еще пока не могу Отказаться от мяса Я говорю Слушай, стоп-стоп-стоп Ты не от мяса Отказываешься Или не отказываешься Ты так и говори Ты еще пока не можешь Отказаться от убийства От причинения боли И страдания живым существам Я дальше даже говорить не хочу Ты называй вещи Своими именами Ты от этого не можешь отказаться Животный мир В основном все высшие существа Созданы в один день с человеком Поэтому это горизонтальная линия Поэтому любовь к людям И любовь ко всему мирозданию Божьему творению Я так и назвал Покороче, что просто Крупными буквами поместилось К миру Любовь к миру Богом созданному Ко вселенной Ко всему живому И неживому даже Поэтому я так и назвал Миру Здесь, конечно, все И растения И, казалось бы, кирпичи Которые Ничего не испытывают Лежат просто на дороге Нет Любовь ко всему миру И к людям одинаковая Ты же не хочешь Чтобы Ты почему-то можешь Взять И маленького поросенка Зарезать Ты почему-то Материнство Человеческое Возвела во святость Или возвел Отцовство А как отрывать Годовалого Ребеночка У коровки Теленка И зарубать его Ты считаешь, что это нормально Ты почему-то Своего годовалого Ребеночка Если его загрызет С какая-нибудь собакой Или дикий зверь Ты расстроишься А почему так? Оно захотело есть И съело Твоего ребенка В чем проблема? Почему ты потом Целый народ Поднимаешь С вилами Автоматами И ты идешь Убивать Это Типа Почему-то Зверь Напавший на человека Считается у нас Диким Как там Чуть ли не Бешеным Называют этих Собак Или еще что-то Слушайте А люди Которые этих Животных Убивают Телят Этих Взрослых Или молоденьких Почему этих Люди Я вас прямо Называю Бесноватые Вы для меня Грешники Вы никакие Не христиане Вы грешники Бесноватые Грешники Воздух Злобы Ненависти Убийства Вы бесноватые Люди Вы никакие Не христиане Вы убиваете Живые существа Как ты будешь Блажен Как ты будешь Счастлив Когда у тебя Не то что руки А вся голова В крови Ты вот так В этом озере Кровавом Давно захлебнулся В нем О каком Блаженстве О каком Счастье Может Эти речь Естественно Если все Ты это Исполняешь Любовь К Богу Один из учеников Иисуса Потом так Прямо Напишет Любовь К Богу В том и есть Чтобы мы Исполняли Заповеди Его И заповеди Его не тяжкие Потому что Заповеди Его Счастье Любить Весь мир Это счастье Для человека Поэтому Делая все Вот это Любя Себя Весь Мир Людей Как наивысшее Создание Но только Никто их Выше Или ниже Не ставит Это фашистское Мировоззрение Что вы Животный Мир Растительный Мир Почему-то Поставили Ниже Человека Вы Когда кому-то Типа Меня Предъявляете Что На одну Чашу весов Передо мной Кладете Типа Любовь К человеку И я Выбираю Типа Любовь К животным Я говорю Вы ничего Святого Не делаете Вы Погрешаете Вы Лукавые Бесноватые Люди Я говорю Мне ваш Выбор Такой Не нужен Это Не выбор Никакой Вы Не имеете Права Передо мной Чашу Весов Весы Ставить С чашами На которых На одной Любовь К животному Не убийство К животному Ити Помниму Любовь К вам Чтобы Разрешить Вам И позволить Вам И Бедные Ушки Ваши Напрягать Что нельзя Убивать Животных Это Никакая Нелюбовь Я Выбирать Не собираюсь Это Лживые Сатанинские Весы Вы Бесы Я Вас Слушать Не собираюсь Исполняя Вот это Все Вы Любите Бога Ибо Как Ты Будешь Кричишь Как Вы Кричите Я Люблю Бога И Все Эти Беззакония Творите Вы Не Любите Ни Животных Ни Людей Ни Природу А какой Любви К Богу Можете Речь Как Вы Будете Счастливы Никак Творя Все Эти Беззакония Сегодня я хочу И об этом Вот я поговорил Да И хочу поговорить Это что касается Земли Но так как мы Особенно христиане Это конечно Многих Религиозных Людей Касается Ну вообще Верующих Как говорят В что верят В бессмертие Человеческой души Прежде всего А соответственно В суд Потому что При переходе Из одного Этапа жизни В другой Обязательно Происходят Экзамены Люди Сдают Эти экзамены И вот верующие Ну я прежде всего Конечно К христианам Сюда обращаюсь Так называемым По сути Псевдо христиане Но ничего Вот Ну и к христианам Некоторые тоже Порой некоторые Что-то делают Но заблуждаются В других вещах И вот вы знаете Я много это слышал Мы все прекрасно ждем Что мы Во-первых Сотворены люди В раю были Бог с нами говорил Да Как говорят Человек сам был Наг И не стыдился Вот вам Три грани Этого счастья Ну я здесь четыре Сделал Потому что я хочу Сделать упор Что все Что меня окружают Это не только люди Поэтому когда люди Почему-то вдруг Из христианства Сделали только Любовь к человеку Якобы Хотя как ты можешь Говорить Что я люблю человека Люблю там Врагов Подвязать Если ты беззащитных животных Убиваешь Я уже давно понял Что это такая липа Что это просто брехня Я вижу этого человека И я вижу тьму В его сердце Он не может отказаться От убийства Беззащитного животного А какой он мне поет Что он там любит врагов Или любит ближних Я говорю Эти песни Соловьиные Пой кому-нибудь Другому Мне не надо это петь Я вижу тебя Знаете как в фильме Аватар Они говорили Я вижу тебя Я вижу тебя Не этими глазами Я вижу тебя Вижу своим сердцем Я вижу тебя По твоим делам Исходить этими глазами Ты убиваешь животных Ты пожираешь Их не трупы Какая любовь Беззащитное животное Взял ему горло Перерезал А какой любви Ты мне поешь Какое счастье Человекам Мы убираем Так скажем Одну из граней Почему я в принципе Хотел о трех говорить Но потом решил Все таки пирамидку Сделать из четырех граней Потому что все таки Об этом тоже важно говорить Потому что у нас какое-то безумие В том же самом христианстве Мы почему-то думаем Что мы можем убивать животных И при этом кричать Что я христианин Люблю Бога Я уж молчу про то Что людей-то не любят Но при этом любят Бога Больше всего У них вот эта первая Наивысшая заповедь Это никакая не заповедь Это суть того Что если ты все это делаешь Ты любишь Бога Вот и все Причем невидимым Богом Ему твои песенки не нужны Ему там Херувим И с серафимами Побольше твоих песенок И послаще заливают Нигде Иисус Тебе песенки Ему петь Не заповедовал По поводу блаженства Господи Господи Что я дал Что я дал даже Вы моим именем Что-то там делали Якобы добрые дела Какие-то Он скажет Отойдите от меня Все делающие беззаконие Поэтому вы знаете Вот эта вот Иллюзия того Что я попаду В небесное царство Во-первых Ты никуда Естественно не попадешь Но даже Я всем говорю Предположим Ты попадешь В это небесное царство Вы знаете Я стал наблюдать И когда я много Я естественно Общаюсь с людьми Теперь Когда я встал Это открыто Все проповедовать Еще Когда появился На ютубе Естественно Мне звонят Пишут Вот я Заметил Вот парадокс Вот этого Знаете Разделения Одни Любят Бога Им на все Остальное Дело Никакого нет Другие Ну Особенно Вот пожалуйста Возьмем Даже я говорю Моя проповедь Подойдет Как мне некоторые Говорят Ты говоришь Что только Христиане поймут Я поэтому Твоими роликами Не делюсь Я говорю Не знаю Мне кажется Я говорю Такие вещи Которые должны Каждому человеку Подойти Хорошо Есть люди Вот именно Атеисты Не верят ни во что Но там В добро В любовь Творят Стараются Любят людей Но им никакого Дела нет До Бога Слышит Я такое Что да Я где-то в сердце Сам такой этап Переходил Ну и часто Это слышу Когда мне говорят Мне ничего не надо Мне главное Чтобы я в Иисуса поверил Чтобы Иисус Меня там встретил Все Мне ничего не надо Я вам знаю Скажу Что все эти люди Заблуждаются Я говорю Кому-то никто не нужен Ни Бог Ни люди Мне главное Рай Чтобы я в рай попал В небесное царство Мусульмане Там Почему говорят К каждому попадет Ну к язычникам Как это касается Если он не верит В бессмертие Хотя верит он Или не верит Он им просто обладает Вы знаете Я когда все Слушал этих людей Общаюсь Ну естественно Там мы сразу Беседуем Я что-то отвечаю Это не говорит Что я сейчас вам рассказываю Я слушаю их И молчу Да Нет Но я хочу Вот такую Тоже вот Проповедь записать Слово сказать Вы знаете Это к сожалению Заблуждение Я вам сейчас Это покажу Ну а кому-то Может быть Даже докажу Кто это примет Значит соответственно Покажу я вам Как всегда Это на жизненном примере Которую Все ваши шкурки Это касается Всех Я не буду Говорить какие-то вещи Которые надо доказывать Как говорил Истина Ее не надо доказывать Она в вас есть И то что я скажу Я знаю Что это вас коснется Вопрос Вы примете это Или вы будете Сознательно Дальше грешить Слушайте Можно все Спроецировать Все что будет В будущем Ничего нового Не будет То же самое Второе пришествие Иисуса Как мы знаем Она будет на эту Грешную землю Кстати Лежащую На мир Лежащую В мир Лежащей во зле Иисус что-то Изменит В эту тысячу лет Нет Все будет То же самое Поэтому я возьму Пример Прям сегодняшний Слушайте Кто Многие из вас Кто меня слушает Это видео Я уверен Страдали в этой жизни Сильно страдали По плоти страдали Потому что Учитель наш Это боль Страдали от болезней Душевных каких-то Есть действительно Невыносимые Какие-то страхи У людей Душевные Телесные Какое-то Причинение Боли У всех разных Я переживал В своей жизни Нереальные боли Другие люди Душевные Боли Духовные Можете Хохотить Назвать Когда в принципе У вас Какое-то Несчастье Кто-то Умер Как ты Заменишь Этого человека Люди Месяцами Годами Не могут Выйти Из этой Депрессии Это страхи Большие кредиты Те же самые Неприятности На работе Что-то Непоправимое Ты сделал Я говорю Ты может быть Что-то сделал Ты живешь В этом Угнетенном Состоянии Вы все Это испытывали Представьте Вспомните Самый Случай Из вашей жизни Что у вас было Я не знаю У каждого Свой опыт Свои боли Или что вы Можете Представить И реально Это ощутить В своей фантазии Представить И сердцем Пережить Понимать Что это Действительно Невыносимо Просто Вы знаете Давайте Царство Небесное Землей Проекционно Представим Любой Курорт Малибу Я не Во многих Местах Был Но сейчас На интернете Все можно Посмотреть Ну и кто-то Где-то Был И тут же Представьте Самое Для вас Радостное Место У кого-то Это может быть Собственная Дача Где Птички Поют Речка Текет Кругом Травка И все Хорошо Любое Райское Место На земле Какое Вы где Были Чтобы опытом Желательно Вы пережили Где вам Было Очень Хорошо Неважно Может быть Это даже Ваша квартира Ваш дом Где все Идеально Обставлено Все Красиво Все Как вам Нравится Сделано Где вам Было Хорошо Может быть Вы нищенько И плохо Живете Представьте Где вы Хоть раз Где-нибудь Отдыхали Может быть Вам было Хорошо Это Небесное Царство Вспомните Или может быть Он сейчас У вас есть Самый Дорогой Вам Кто мы Сейчас С вами Живем В 21 Веке День Выхода Этого Ролика 21 Ноября 2019 Года Кто Самый Вам Дорогой Человек Самый Любящий Вас Человек Соответственно Если он Вас любит То и вы Любите Вот представьте Что вы С этим Самым Дорогим И любящим Человек Может быть Это Ваш Дети Ваш Ребенок Какой-то Может быть Это Муж Может быть Даже Жена Кому Так Повезло Может Это Родители Ваши Может Друг Какой-то Или Подруга Вы С ним На этом В самом Вашем Прекрасном Месте В Малибу Или Еще Где-то Или Вашей Квартире Ужинаете Что-то Смотрите То есть Вы в раю Вы получаете Удовольствие Вы получаете Человек Получает Может Три Вида Удовольствия Какое Первое От всего Мироздания Живого Неживого Я говорю Отделяем его Все-таки От человека Второе Наслаждение Он получает От человека И третье Он получает Удовольствие Именно От этого Счастья От своего От собственного Счастья Три Да Люди Мир И я Как вы думаете Почему я Бога убрал Да потому Что Бог Невидим Как сущность Его нельзя Ни пощупать Ни потрогать Его можно Потрогать Только тому Кто верит Что это Бог Иисус Тогда в будущем Просто на эту Вот я То что вам Это изобразил Я не просто Так изобразил Потому что Вот здесь Сейчас мы Все это Подотрем Потому что В будущем Особенно кто Верит И исповедует Что Бог Материален Он так же И невидим Но он так же И видим То Бог И человек У нас Грань Сотрется И мы Опять Как повезло Это первым Ученикам Христовым Его апостолам Во времена Его первого Пришествия Мы так же С вами Сможем Этого Бога Видеть Слышать Осизать Руками Нашими Говорить С ним Вы знаете У меня нет Никаких Сомнений Что в будущем Мироздании Когда Господь Сказал Не будет Ни мужеского Ни женского Пола Когда все Люди Вернутся В первозданное Состояние Каким Был создан Один Человек То мы Все Сможем Друг друга Любить Даже Телесно Более того Я уверен Что можно Будет Я надеюсь Меня Ну конечно Меня служат Разные Люди Но я знаю Что меня Слушают И здравые Люди И то О чем Я сейчас Скажу Этих Людей Только Порадует А конечно Людей Больных И извращенцев Наоборот Какой Я уверен Простите Я скажу Прямым языком Ведь между Мужчиной И женщиной И высотой Любви Так скажем Считается По плоти Секс Я уверен Что в будущем Мы все Друг с другом Сможем Заниматься Сексом Все люди Во первых Не будет ни мужчин Ни женщин Будут люди Как Бог Первого человека Создал По своему Образу И подобию Если сейчас Бог Нас разделил И в нас Вложил Там эту ревность Чтобы мы Подвязались В Такой Добродетели Как верность Ревность Верность Да Могли подвязаться То в будущем В этом не будет нужды Мы все Сможем друг друга Любить Как угодно Как здесь Друзья Как я всем Привожу примеры Вы знаете Когда мы стоим В компании Друзей Ребята И приходит Наш очередной друг И здоровается Со всеми За руку Вы знаете У меня никогда Не вызывает ревность Что он здоровается С моим другом За руку Как и со мной Наоборот Я понимаю Тот он братан А иногда здороваемся Иногда обнимаемся Кто знает Как ребята Это делают Девушки обычно Еще целуются В щеке На востоке И мужчины Как это Целование Лабазание Называется Да Но вы знаете Если мой друг Подходит И целует Мою жену Даже в щеку У меня вызывает Это ревность В будущем Этого не будет Мы все сможем Наслаждаться Полнотой любви И говорить И не только говорить Вот именно У нас изменится Тело И в нем Не будет Этого чувства Ревности Мы Мы избавимся От разделения Полов И все будем Одинаковыми Как Бог Иисус будет С нами Посреди нас И такой же Бог будет И мы сможем Точно так же С ним испытывать Полноту любви У меня в этом Нет никаких Сомнений Как это будет Я не знаю Если сейчас Это секс Что-то такое Что мы не делаем Явно А делаем В тайной комнате Публично сексом Что-то не все Хотят заниматься Потому что В нас вложено Тоже это чувство Казалось бы Это не грех Но есть чувство Что публично Я смущаюсь Мне стыдно Да То в будущем Этого не будет Возможно Это будет Вот такое Простое соприкосновение Людей к людьми Мы будем Просто здороваться Действительно Испытывать полноту Наслаждений Телесного Это удивительно И вы знаете Я верю Что это можно Будет делать И с Богом Абсолютно Одинаково Это будет Просто Благодать На благодать Как Ант Богослов Говорил Это будет Полнота счастья Не будет Никаких В этом плане Запретов Все будет Благо Все будет Доступно Как Господь сказал Как и в раю Любое удовольствие Которое не делает Боли ближнему Сейчас мы учимся Мы проходим Школу жизни Поэтому Наше тело Способно Переживать боли Она и тогда будет Но никто уже Никому не будет Делать боли Я к чему Все это говорю Когда мне Вот это говорят Да Мне достаточно Этого Мне достаточно Того Я говорю Представьте Вот этого Самого лучшего Человека Который вас любит Самого любящего Вас человека И самое райское Для вас место Для кого-то Я говорю Это Малибу Для кого-то Собственная квартира Не важно Для кого-то Двор Соседняя улочка Или еще что-то Я буду говорить За себя Это пляж Ну я не был Не в Малибу Но представляют Какие-нибудь Острова Прекрасные Где все Море прозрачное Как слеза Чистость Как слеза Да Человеческая Любимый человек В данном мире Это женщина Естественно Противоположная Потому что С друзьями Ты не можешь Испытать полноту У меня к мужчинам Не тянет Слава Богу Да Вот Телесных ощущений Поэтому рядом со мной Женщина Красивая Страстная Все то же Самая Умная Слушайте И на этом острове С этой женщиной Я много лет болею Кто знает Сейчас я много не буду Об этом говорить Но я болею Уже седьмой год Последние два года Уже мне в принципе Вроде бы полегче Пять лет я прожил Как я это говорю В аду Я испытывал невероятные боли От которых Практически десяток раз Я хотел просто Покончить жизнь Самоубийством Но у меня нет Никаких следов И до этого не дошло Но это была Реальная навязчивая мысль Потому что То что я испытывал Каждый день Через день В течение пяти лет Это ад Мне не нужно было Ничего в этой жизни Мне даже Бог Я хулил Богом В приступы В моменты приступов Приступы у меня были День через день В течение пяти лет А между приступами Среднее состояние Страданий В этот момент Ей не нужно ничего Ни Малибу Ни человек Ни кто Как бы тебя не любили Что бы тебе не делали Что бы ты не смотрел Не созерцал То что вчера тебя В нормальном состоянии Радует Ты смотришь Веселые Я буду земные примеры Говорить Смотришь хорошее кино Тебе нравится Комедию какую-то Ты испытываешь Тебе ничего не нужно Ты слушаешь музыку И кайфуешь Какая музыка У тебя нереальные боли От которых просто хочется Вылезти из этого тела Вылезти из него Потому что невозможно Это терпеть просто Я знаю о чем я говорю От опыта И я уверен Что многие из вас знают Почему я и говорю Мы все одну и ту же Школу жизни проходим Я ничего не говорю Чего кто-то из вас Не испытывал Я говорю Просто у каждого свое Своя какая-то болячка Своё что-то еще Поэтому я говорю Вы свое представьте Я могу рассказать от себя Просто своим опытом Но он не субъективный Это не мой личный Это лишь субъективные Конкретные дела У вас такая болячка У кого-то другая И так далее У вас один любящий человек В частности Дядя Вася У меня тетя Маша У нее дядя Клаша Или сын Вася Петя Я говорю Просто тут разные лишь дела А суть-то одна и та же Это все объективно То что я вам говорю И ничего в этот момент не надо Поэтому знаете Когда мне люди рассказывали Вот эти вот Я вот слушаю Общаюсь с этим человеком С христианином Зачастую Он говорит Что я вот типа Мне ничего не надо Лишь бы там с Иисусом быть Мне не нужна Как говорится Святость Совершенство святости О котором говорил Иисус Которую ты рассказываешь Подвязаться там В совершенной любви Даже к врагам Действительно К животным Ради своего Похоти чрева Не убивать их Не то что заботиться Я говорю Слушайте Я на вас никаких бремен Не накладывал Я не кричал вам Давайте заботиться о них Я даже об этом еще не говорю Я говорю Хотя бы отвратитесь от зла Я вам не говорю Давайте тоже Вступайте на сторону света Распространяйте это Говорите от этого Правда сначала Вы должны это не делать Как вы будете говорить Это избытка сердца Говорят уста Жизнь человека Это его дела Я почему Я не говорю Об этом Я говорю это тем Кто мне Открылся Что он уже так не делает Тогда я начинаю дальше А вам пока Я ничего не говорю Вы пока откажитесь От зла Тогда Вы сделаете благо Вы сами уже Его сделаете Отказавшись А сколько может Еще прибавьте Еще прибавьте Иисус Бог призывал нас К совершенству И поэтому Когда мне говорят Я там Ничего мне не надо Мне только с Иисусом Ой в царстве А еще если в царстве небес С Иисусом Ооо это вообще Очень часто приводит Великолепный Действительно Случай из Евангелия Из реальной жизни Бога воплощения Когда в рай Вошел с Иисусом Разбойник Да я этот случай Сам постоянно Вспоминаю Я всем говорю Это являет нам Лишь Этот случай Описанный в Евангелии От Луки Этот можно сказать Если так можно назвать Конечно Беседу Разбойника С Богом С Иисусом Распятым На кресте И сам этот Разбойник Висит Распятый Да тот случай Где нам показано Что Иисус Деятельно Являет свою любовь К врагам Молясь за них Господи Да не вмини им Греха этого Ибо не ведают Что творят Прости им Да Первую просьбу Раскаившегося Разбойника Господь принимает Не просто Вспомнив О нем В том Царстве Небесном В котором Он будет Во плоти А сказал Что он И он Сам Будет С ним Там Я говорю Слушайте Вот они Две грани Счастья Что еще Казалось бы Нужно Как говорят Любому человеку Тем более Христианину Быть в раю С Иисусом В небесном Царстве Рай Одно и то же Мы будем Сегодня этим Понятия Одинаковые Говорить Но по сути Они и есть Равные Не суть Разницы Рай Просто подразумевается То что в бытие Было создано Царство Небесное То что будет Когда будет Иисус Да Вот Но смысл Один и тот же Это внешнее Блаженство Это все Внешний Рай Куча наслаждений От которых Ты получаешь Удовольствие Да Вот Но кстати Удовольствие Ты получаешь Не только Потребляя Но и даря Ухаживая Заботясь За всем Этим Это делает Тоже Счастливым Поэтому Любовь Она туда Сюда Только Потреблять Ты не делаешь Счастливым Не становишься В полноте Счастливым Хотя Принимать Любовь Ощущать Любовь Это тоже Счастье Это именно Наслаждение Вот Но и дарить Любовь Такое же Наслаждение Вот Но я всем Говорю Слушайте Вы когда На это Опираетесь Я говорю Вы подумайте На секундочку Кто был Этот разбойник Да Он покаялся Слова Которую мы читаем В синодальном переводе В новом русском Еще в каком Это не суть важно Что значит Иисус имел ввиду Ныне Завтра Там Как угодно Переводит Обязательно будешь Со мной в раю Не обязательно сегодня То есть Да Он покаялся Да Но кто он Слушайте Человек Висит на кресте Распятый Людьми Сам признает Что Висят Они здесь Когда Иисуса Поносит Его же Дружок На другом Вися кресте С другой стороны По другую Руку От Иисуса И причем Написано Что сначала Они оба Его поносили И только Лука Нам сообщает Такую величайшую Очень важную Подробность Что один Из разбойников Перед смертью Вися на таком Же кресте Как и висит Его друг Все таки Дошло Что перед ним Праведник О котором Они возможно Слышали Уж сто процентов Слышали Ибо разбойничали Наверняка Где нибудь В окрестностях И того же Самого Иерусалима Не зря Они там Были пойманы И осуждены И казнены До него доходит Что смысл жизни Не в этом Что он приобрел В этой жизни Грабежами И разбоем Насилием Сколько боли И страданий Он причинил Людям Тем же Самым Возможно Животным И так далее Да Природе Бог касается Его сердца Сначала Бог его касается Все эти Протестантские Извращения Мой Поверил В Иисуса Да ни в кого Он не поверил И эти слова Все извращает Лишь бы подтянуть Под свой живое учение О спасении По вере Нет Этот человек Висит на кресте Он как и многие Из нас В свое время Просто откликается На зов истины На зов Бога На зов сущности Что сущность Бытия Она в счастье Счастье невозможно Без любви И без твоей любви К чему-то И без Без испытывания Этой любви От кого-то Любить и быть любимым Вот оно счастье Конечно Когда ты уже Прибит ко Христу И уже ничего Доходит до человека Хотя мы видим Дошло только до одного Из двух Естественно Перед тем Как он поносил Этого праведника Зная скорее всего Всю жизнь Иисуса О нем слава И молва Ходила по всем окрестностям Он понимает Он говорит Ты праведник Он его не исповедовал Сыном Божьим Как это его начинает Притягивать Слово Господи Нам перевели Уже Это естественно Обращался Господин Это Обращение Во все времена Было распространено Даже в современном мире Это есть начальник И так далее Это не исповедование Его никаким Господом Ни Богом Он сказал Господин Праведник Помяни меня Ты туда пойдешь Я слышал Твои дела А мы достойные Принимаем Даже здесь В этой жизни Достойные По делам Уж тем более Там Слушайте Человек Который Я всем рассказывал Свою жизнь У многих Кто истинно Покаялся В этой жизни Я уверен И мне свидетельства Естественно И плюс Даже те Кто не говорил Я уверен Потому что Все мы Из одной Крови Плоти Я такой же Как вы Вы такие же Как я У всех Было жесткое Покаяние Не один год Мы плакали О своих грехах Несмотря что По внешности Мы вроде бы Познали истину Познали любовь Но сколько еще Длилась эта Внутренняя тьма Многих До сих пор Да я и сам Вспоминаю Свои злые дела Иногда Они меня даже Удручают Это я знаю Что я вот Именно изменился Я то так Больше не делаю Не позволяюсь Никогда Такого не позволю Сделать Но само Это воспоминание До сих пор Меня может Даже удручить Что Ну я уже Вот делал Интересный Этот человек Тоже Познал истину Познал наверняка Меня тоже уже простил Возможно Именно Что эти люди Вот эта боль В сердце Которая сидит Вы знаете Если духовно Метафизически Говорят Рассмотреть То возможно Эти люди Просто еще не познали Истины У них сидит обида На вас Вы то покаялись И вы готовы Этих людей Найти И все Возместить им Да Но вы не По каким-то причинам Вы не знаете Где они Или что-то Возместить Если эти люди Покаялись Тоже Как-то узнали Истину Да Тоже И простили вас У вас этот грех Отпущен И возможно Вы еще Вспоминаете Об этих моментах Только потому Что Не потому Что вы Плохие Бог там Вас грехами Давит Нет Ты до конца Ты до конца жизни Должен Плакать Об этом Ты если Изменился И больше Никому Из других Людей Так не Делаешь Ты уже Покаялся Ты прощен Действительно Ты покаялся Ты изменился А сидит Это в сердце Возможно Бог Такие дает Такую природу Задумал Что мы знаем Что эти люди Еще не пришли К истине Это он Там на тебя Таит обиду И тебя сидит Это еще Пока жалит В сердце И это Бог просто Нас научает Тем Что действительно Любой грех Он существует До тех пор Пока Оба в нем Не раскаются Даже тот Кто Ведь он сейчас Погрешает Что он таит На эти обиды Почему Господь сказал Вы это всем Тоже прощаете Если вы хотите Счастья Этим людей Потому что В аду Их будет держать И вас Точно так же Если вы не простите В рай Входят за ручки Вы от меня Много раз Это слышали И тех Кто Происково согрешал И тот Если тот Его не прощает Они оба В аду сидят Оба Если тот Кается А тот Его прощает Они оба В рай Выходят Тут же За ручки Вместе Вот так Вот И поэтому Задумайтесь Об этом Разбуднике Слушайте Этот человек Еще вчера Возможно Кому-то Отрезал голову В каком состоянии Он находится Вы думаете Он счастлив Нет Да Он в раю Да Он с Иисусом Бог явил Бог показал Что я Я все Что от меня Иисус говорит Бог Я все тебе дам Я дал тебе От начала Рай Я дал себе Себя Я с тобой Говорил В прохладе дня Ходя по раю Я ты все дам Будешь ли ты счастлив Если ты сам Грешник Если ты сам Тьма Если ты сам Злоба Как ты будешь Счастлив Я тебе все дам Я вот он Он Я вам дался Я вот пришел Отдался вам в руки Что Это сделало Многих счастливых Когда Иисус Бог Первый раз Явился на землю Нет Его убили Счастливы стали Только тогда Когда его убили Это правда Ложное счастье Вот их несчастье Убить Поэтому Когда этот разбойник Вы знаете Я говорю Кто прошел это На опыте Вот то что я вам сейчас говорю Вы все это знаете Спорить с этим бесполезно Вы ни в каком Небесном царстве Счастливы не будете Если вы не будете Кем? Святыми К этому я дальше И перехожу Следующая картиночка Возвращаясь я просто К той же самой теме Сейчас я уже ее Так скажем Муссирую Штудирую Как хотите Жую Как я это обычно Говорю Как мама Младенцам Рожовы Пищу Дает Не твердое Пока ты сам Не будешь святым Это бесполезно Если ты будешь В тебе будет ад Ты хоть в каком Раю находись Хоть вокруг тебя Все тебя любят Тебе ничего не надо будет Почему я когда Беседую с этими людьми Я говорю Слушай Без личного совершенства Святости Это все пустое Это лишь все В совокупности Хорошо Я говорю Слушай Вот ты сам грешник Ты убиваешь животных Иисус никого не убивает Он только дает жизнь Возьми опять земной пример Ты почему-то Если у тебя Жена или муж красавица Тебе неудобно Если ты урод Если человек рядом с тобой Шикарно С иголочки Красиво одет А ты как бомж Я не беру сейчас Христианское мировоззрение В этом падшем мире Мире лежащем возле Что ты Понятно Христианин не загоняется На эту тему Но я говорю Вы посмотрите на чувства На свои Не важно кто Христианин их Никто не отменял Это то что ты умом понимаешь Что это не имеет в этом мире Как бы значения Но ты понимаешь Что в раю Мы все должны быть красивые Все умные Все пахучие А не вонючие Поэтому я надеюсь Вы понимаете О чем я говорю Но должны понимать Если вы не совсем Почему когда человек Красивый Ухоженный Да Вот именно Чистый И я Грязный Вонючий Неряшливо Одетый Мне Мне Теперь встаньте На место Иисуса И проецируйте На эту жизнь Когда рядом со мной Человек Если это мой друг Это мой ребенок Я встречаюсь С другой мамочкой Или папочкой У нее Сынок Все хорошо одет Чисто Красиво Красивый Сам ребенок Умный Добрый И мой В рванье В говне Вонючий Немытый Злой Ругается Стоит Да Какое чувство У матери За ее сына У отца За его сына Вы думаете Иисус рядом с вами Будет счастлив Да не важно Какой я Я спасен По вере А то что я там Убиваю животных У меня руки Полок В крови Это не важно Врагов не люблю Это не важно Иисус распелся на кресте Он за меня все взял Все понес А я то что готов Из любви к родине Вырезать всех на свете Это не важно Это не важно Что он проповедовал За свою проповедь Умер И пострадал За проповедь истины А я ничего не делаю Я как трусливый пескарь Засел в норке Это не важно Это все важно Если ты любишь человека Вы знаете Есть глубокая мысль в жизни Ты хочешь соответствовать ему Как говорят Вот он ей соответствует Он ей пара Он соответствует Она образованная И он Она красивая И он Как говорят Квазимодес Красавица Как красавица и чудовище И как говорят Какая красивая пара Оба красавцы И она И он Дети Как говорят Вот это да Вот это сын его отца Тот умный Ученый И этот ученый Тот добрый Какой нибудь Директор благотворительного фонда Все творит И этот Смотри сынок Идет Как хорошо Мы должны соответствовать Это очень важно Как бы я не любил этого человека Если рядом со мной Грешник Это же внутри человека Заложено Не потому что Бог нас не любит Как и мы Это как я вам рассказывал Как любовь к врагам Умовая Да Я должен сделать Этому человеку добро Ответить Добром на зло Но сердце мое Не может любить Этого человека Не может любить Оно зло А этот человек Срощен со злом Сейчас Срощен Их отделить невозможно Только человек Может себя отделить От греха Я не могу его отделить Он и есть грешник Творящий грех Раб есть греха Пребывающий в любви Пребывает в Боге Соответственно Пребывающий во гневе Пребывает в сатане И сатана в нем Как и Бог В том, кто любит Вот и все Вы убиваете Животных беззащитных Вы пребываете В ненависти В злобе В убийстве Вы пребываете В сатане И сатана в вас Я не могу вас любить Сердцем Мое сердце От вас отталкивается Я умом сделаю Минимальные дела Любви к вам Да Мы никогда Не будем вместе Царство небесное Это не царство Людей Из-под закона Чего-то не делающих Это люди Умом Приняли истину И живут По ней Это очень важно По ней Это не потому Что все грешники Собрались за одним столом И Просто молчат О своих грехах Да И все Экумения Как есть такое слово Не важно Как мы там Мы нашли Общие какие-то точки И типа Эти мы радостные Нет Это бред Это все до времени Все это разваливается Поэтому Без этой личной святости Без совершенства Не тебе не нужен будет Рай с Иисусом Не ты ему И вы знаете Спасение поверив То что мне Бог Вот именно Как этому разбойнику Бог показал Я то тебе все дам Не в этом же смысл Жизни христианской Это все тебе дастся В первый день В первое воскресенье Во второе пришествие Иисуса Христа Воскреснуть все веруны Об этом Иисус говорил И апостол Павел Иисус сказал Когда я буду идти Со святыми Со тьмой Святых ангелов Во славе Отца Небесного И каждому воздам По делам его Он говорил о христианах Потому что этот день Пришествия Будет суд только Лишь над христианами Над всеми верунами Павел потом Во втором Последний коринфянам И в первом И во втором Просто во втором Более прямым языком Сказал Что мы когда разрешимся И обличемся Обратно В бессмертное тело Говорит Как бы не оказаться Ногими От чего Там Павел Прод некоторые слова Как бы проглотил Думая что его понимает От славы Божьей От святости Ибо каждый Говорит в день Этот будет получать Соответственно тому Что он делал Живя в теле Доброе Или худое Нигде никогда Ни Иисус Ни апостол Его не говорили Что это будет Второе пришествие Иисуса Первое воскресенье Что это будет Премия Награждения Не Оскар Нет Это будет судилище Христово Павел так кстати Написал Он его так и назвал Судилище Христово Это не премия Оскар Такой же суд За доброе Будет воздаваться Славой За злое Бесчестие Вот и все Поэтому христианская жизнь Должна сконцентрироваться На себе Ты получишь Небесное царство Бессмертие Кто ты будешь Будешь ли ты счастлив Вы знаете Причем это же Отразится на природе Человеческой Как я вам много раз говорил Вот это нагота Не зря слово нагота Всегда используется В раю Потом в небесном царстве Вы знаете Это будет то же самое Наши грехи Все Наша сущность Сейчас скрыта Под этой вот Оболочкой Мы можем врать И никто не знает Вы знаете Когда будет духовное тело На нем будет все видно Грубо говоря Как я вам говорил Это как кинофильм будет Вся наша сущность Она явится Если я сейчас убиваю животных Это как бы на моей внешности Не отражается Только максимум На внутренних органах Так скажем Но это правда Может тоже и внешне Проявляться Понятно На природе человека Вот Но так явно нет То потом Это будет явно У одних тело будет сиять Потому что в них нету Скотомогильника Нету скотобоин Их тело будет сиять Ваше тело сиять не будет Это будет видно все Это будет воздаяние Всем очевидное Это не будет какие-то Как Господь притч рассказывал Две пять Одна и две И пять монеток Которые он в кармане Будет носить Нет Это будет воздаяние Природе человека Один будет благоухать К нему соответственно Будут другие тянуться К вам никто тянуться Не будет Вы будете такими В царстве небесном Вот такими А люди кучкуются Святой к святому Подобные притягиваются К подобным Вот и все Вот это надо все понять Поэтому все это Небесное царство будет Иисус там будет Кто вы будете Цель христианской жизни Должна быть святость Совершенство в любви Об этом тот же самый апостол Павел На который протестанты Любят ссылаться В своем любимом Единственном учении О спасении Поверь в Иисуса Христа Я просто не пойму В чем тут добродетель Бог ни в кого не верит Ему не надо верить В Бога Это вообще не добродетель Это не свойство Человеческой природы Вера в Бога Это лишь иллюзия Вот этого Пространственно-временного Измерения Вот и все В вечности Никакой веры в Бога нет Иисус будет явно С нами Со всеми Его будут видеть Все грешники Все народы Предстанут После тысячелетнего царства Его все признают Грубо говоря Вынуждены Вопрос даже тогда Они согласятся Быть в святости Или нет Примут любовь Или нет Вера в Бога Это не добродетель Это вообще ничего Ноль Ноль Это что-то имеет значение Только в этом жизни Где оставили нам Свобода Во временном Пространственном измерении Все Которого в принципе Тоже не существует Потому что Когда ты в вечность попадешь Это все такое ощущение Куда-то как Пузырь сдуется Это как сон Это жизнь Вечность Она реальна А это как сон Потом Она и так же Ты в вечность попадешь И это время Которое ты где-то жил Оно как будто сплющится Потому что в вечности Нет времени Это окажется Типа сна Здесь нам Оставлена свобода Бог не вмешивается В наш выбор Это очень важно Это очень важно Вы все это знаете По жизни Я говорю Знаете Все что я говорю Оно в сердце Каждого из вас Поэтому цель Человеческой жизни Надо совершенствовать Во всей человеческой природе В любви В радости В мире В кротости В смирении В терпении Вот что такое Человек Вот суть Человеческой жизни Особенно христианской Знающих В теории Казалось бы Иисус об этом Прямо говорил Примером своей жизни Дал Говорю Слушайте Зачем он тогда В пустыне испытывался Все эти добрые дела Ходил Проповедовал Даже принял за это Смерть Жертвенную А вам ничего не надо А вы спасены По вере А вы к батюшке Всю неделю грешите К батюшке Или к кардиналу Идете под полотенчик Или в кабиночку Попросить прощения И типа вам отпрощается И дальше идете грешить Это же чушь собачья Дьявольское учение Сатанинское Извращение Истины Полное Ей противоположное Я говорю Вы когда по жизни На себя Просто посмотрите На реальный мир Мы почему-то Здесь хотим быть Красивыми Мы почему-то Когда от нас Пованивает Мы идем мыться Мы не хотим На улице Таким выйти Чуть что не так Мы мусор Игрую на 2 секунды Выходим на личную площадку Как раньше выходить Казалось бы Три ступеньки пройти И то мы 10 раз В зеркало Посмотримся Вы знаете Когда говоришь Вот о таких вещах О совершенстве О святости Да ну Зачем мне это надо Я уж спасен Поверю Ну или я там Что-то делаю Когда мне Бог На сердце кладет И все А как же подвиг А как же понуждение Почему-то в этом мире Просто так Мышца не растет Вы знаете Надо вообще-то В зал ходить Надо напрягаться До крови и пота Ученый сутками сидит Залипая перед этим Компьютером Или бумажками Читает Изучает Он трудится Человек Я говорю Порой Всю жизнь свою Полагает Нам никакого Дела нет Зачем я там Буду искать Кому там Помогать Ну кто-нибудь Крикнет Ну может Помогу Апостол Иаков Познав эту истину Писал потом Вера Без дел Мертва Ибо делами Вера Достигает Совершенства А оказывается Я должен Понуждать Себя Доброе Дело Сделать Стерпеть Добром На зло Ответить Никакого Дела Нет Вот я хочу Чтобы вы Это поняли Я говорю Я надеюсь Вам живые Земные Примеры Которые Вы все Знаете Все на Собственной Шкуре Испытываете И боль И наслаждение Этого Тела Это лучшие Учителя В этой жизни Которые нам Открывают Что есть Истина Что есть Ложь Очень элементарно Что есть Заблуждение Да И вы все Это теперь Понимаете Что осталось Делать Я всегда Говорю Слушайте Мои ролики Не праздные Мне всегда Это напоминает Тех Кто меня Смотрит Очень часто Слова того же Самого Иакова Посмотрел Посмотрел Выключил На кнопочку Нажал На крестик И забыл Что он там Слушал Это все Призывы Побуждения К действию Которые сделают Вас же Счастливыми Вас же Блаженными Святость Должна стать Просто фанатичной Целью Христианина Обо всем Заботиться Как я должен Поступить Добро Сделать Мир Не потерять Терпение Кротость А не Тщеславие Смирение А не гордость Естественно Все это Все эти Вещи Они в делах То есть Я просто Специально Говорю Словами Определительными Да Естественно Все это Проявляет В каких делах Их тысячу В день Происходит Словами Руками Ногами Ушами Да Глазами Вот Ты во всем Этом Стремишься К совершенству Потому что Ты хочешь Быть таким же Как Бог Ты хочешь Быть достойным Ты понимаешь Что такой же Ты как Он Ты ему Доставляешь радость Потому что Когда я вижу Рядом с собой Достойного человека Когда жена Видит рядом с собой Не уродливого мужа А тоже красивого Красивого телом Подтянутого Стройного Который следит И ей это радует Ее глаз Это радует Чувство Опрятный Чистый Невонючий Надо понять Что если мы Любим Бога И хотим Чтобы у него К нам была Любовь Настоящая Не умовая Бог любит всех И праведным Неправильно Дождь посылает Но сердечно Так скажем Как и мы С вами людям Только тех Кто нас Любит А если я Люблю этого Человека Я буду Его достойным Я буду Его радовать Своим Совершенством Это очень Важно Понять Все остальное От нас Не зависит Это все Халява Как я всегда Говорю Протестанты Это вообще Халявщики Я не осуждаю Их добрых дел Но мирозрение Это мирозрение Халявщиков Спасен По вере Все В небесном Царстве С Иисусом Христом Нет Святость Она Вера Это никакая Вообще Не святость Апостол Павел На который Так и любит Ссылать Я поэтому Специально Напоминаю Противоположные Его стихи Навырывали Только что Им удобно Павел сказал Что если Имеет такую веру Что и горы Переставлять А любви Нету Нет никакой Пользы Этому человеку Это пустое место По другому Он сказал Пустое место Просто Ничего Да и вас Горы Кто может Переставлять Какую веру Вы имеете Вы старительскую Личность Иисуса Христа Да от этого Никакого подвига От вас не требуется Я на словах Могу верить И что И что Это не добродетель Это не свойство Бога Это не человеческая Природа Бог ни в кого Не верит Мы его Образ и подобие Он не верит В Бога Он не верит В Иисуса Христа Он Бог Иисус Христос Моя вера В него Как в историческую Личность 2000 назад Что он просто Еще явился Людям С небес Опять ушел Потом опять явится Это вера В тот 2000 лет Его пришествие И еще пришествие Второе Это не добродетель Это мне надо Если я поверю В это Я поверю Все что он Когда пришел Зачем Что он рассказал Все и что Показал пример Это мне нужно Для примера Потому что я не верил Что можно любить Так врагов И как его ученик Один из любимых И действительно Великих Сказал Что мы увидели Любовь Мы познали Любовь Божью В чем Не то что мне кто-то говорил Что Бог нас любит Бог тебя любит Нет В том что он явился И положил душу свою на нас В этом мы познали Любовь Божью В том что он положил за нас Душу свою Первое послание Иоанна И уверовали Он говорит Не в него А в нее Я понял Что любовь Это и есть совершенство Это и есть истина Есть цель Жизни человека Это мне нужна Эта вера Только мне Она Богу не нужна И она лишь Как сейчас Как такая Предаток Который потом Отбросится Когда время Закончится Иисус во времени Явился Это все Растворится Это все Потеряет Всякий смысл Вера Это не добродетель Это не свойство Моей души Когда Иисус Будет в тысячелетнем Царстве И каждый получит Достойное по своим делам Тебе не надо будет В него верить Он будет рядом Но что ты будешь Из себя представлять Кто ты будешь Такой Мне поверить Надо было В его Евангелие Во все Что он говорил А он и говорил Об этом Что будьте совершенны Дети Божьи Только те Кто любит Врагов А остальные И грешники Делают И они не будут В небесном царстве Потому что они любят Только тех Кто гладит Их по головке Вот и все Надеюсь Что-то сегодня Коснется вашего сердца Концентрат Человеческой жизни Должен быть Все проповеди Какие мне только Не сбрасывай О чем угодно Говорят Только не о любви К Божьему творению А любящий Все творение Божье Я просто Расширю Слова Иоанна Богослова Любящий Все это Божье творение И любит Бога Ибо в том Это и есть Любовь Бога Чтобы мы Соблюдали Заповеди А заповедь Его одна Чтобы мы Любили Все творение Вот и все Что тут Сложного И непонятного Все просто Элементарно Ну надеюсь Это слово Вас В чем-то Укрепит Замотивирует И вы все-таки Целью вашей жизни Действительно Поставите Святость Святость По образу И примеру Иисуса Христа Ну не забывайте Скоро я запишу ролик Я об этом часто говорю В Евангелии Иисус далеко нам Показан не тем Каким он был На самом деле Это тоже Надо понимать И уж тем более Никогда не вздумайте Библию Сделать Центром Своей жизни И Библию Назвать Словом Божиим И все Что там описано Творили люди На это равняться Назвать все это Святостью Там что только Не вытворяли Вы пойдете Не туда Ничего в этой жизни Не приобретете Познайте Истину Которая В Иисусе Христе Да В Евангелии Мы тоже Должны смотреть Но многое До нас дошло С искажениями Многое до нас Просто не дошло Это очень важно Понимать Я скоро Такой ролик И запишу Иисус Евангельский И реальный Бог Это все самое Светлое Это все Самое чистое Если даже Мы этого Не видим В Евангелии Или видим Порой Противоположные вещи Что-то здесь Не так Вы должны Это понять Ну На этом у меня Все Надеюсь Я говорю Кому-то Что-то Открылось Вы Станете Преображаться Из славы В славу Через дела Дела Чего Внутреннего Невидимого Мира Духа Дела Любви Дела Радости Мира Дела Кротости Смирения Упования Терпения Все это Будет проявляться В вашей жизни И через Эти дела Ваша Внутренняя Сущность Будет изменяться И достигать Совершенства Как об этом Писал Апостол Яков Всех По-братски Обнял Поцеловал Пока-пока До встречи В следующих роликах Продолжение следует...